Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Хочу проанонсировать вам клип на новую песню группы Волощука СД под названием «Снова вперед кто-то ведет». Эту песню я написал, вспоминая историю 20-го кровавого века. Конечно, в истории человечества каждый век был кровавым, но 20-й век, на мой взгляд, отличился особо. Это сотни локальных войн, это две мировых войны, это резервации, концлагеря, голод, пытки, газовые камеры, крематории, виселицы и расстрелы, это создание оружия массового поражения, химического, биологического, ядерного, это напалмовые дожди во Вьетнаме, это Хиросима и Нагасаки. И ко всем прелестям с огромным энтузиазмом стремились многие народы, во главе со своими солнцеликими вождями. 20-й век – это то самое восстание масс, о котором говорил Хосе Артега и Гассет, которое и породило такое явление, как вождизм. Можно сказать, что 20-й век – это век вождизма. Если говорить о нашей стране – Ленин, Сталин, Хрущев, а там Гитлер, Муссолини, Мао Цзэдун, Пол Потт. Это я называю самых известных вождей – пролетариата, нацистов, хунвейбинов, красных хмеров. Но думаю, у многих народов были и свои вожди, только калибром поменьше, типа Броза Тито, Пиночета, Чаушеску, Ким Ирсена или Саддама Хусейна. И все они ввели свои народы в светлое будущее, которое почему-то всегда заканчивалось концлагерями, рабским трудом, голодом, лишениями и массовыми смертями. Вот под впечатлением этих воспоминаний я и написал эту песню, в которой я говорю о том, что не сотвори себе кумира, вспоминая библейскую истину. Говорю о том, что только надежда на свои собственные силы и на свой собственный разум приведет нас к осуществлению нашей мечты. А помогать мне петь эту жизнерадостную песенку, настраивающую людей на оптимистичный лад, будет вот эта прекрасная гитара из все той же моей коллекции жителей подводного мира. Называется она Клоун. И прообразом ее расцветки послужила красочная рыбка, которая так и называется Рыба Клоун. Сделана она мастерами подразделения Custom Shop фирмы Warrior по моему эскизу аж целых 8 лет назад. Лады также подсвечиваются, чтобы любителям ночных концертов веселее было смотреть на гитариста. Сзади написана фамилия владельца и мастера, который делал эту гитару. Но инструмент этот, несмотря на свой декоративный вид, на самом деле очень грозное профессиональное музыкальное оружие, способное выдавать и прекрасный чистый звук, и рычать на перегрузе. Надеюсь, что всем любителям гитар, которых так много посещает наш канал, эта гитара очень понравится. И они, как обычно, порадуются за меня, о чем и сообщат мне в своих комментариях. Также надеюсь, что настоящим ценителям рок-музыки понравится и моя песня, которую мы специально сделали без синтезаторной поддержки. Исключительно в гитарно-барабанной аранжировке. Поэтому не пропустите. Песня прозвучит в эфире и Ютуба, и Инстаграм 21 июля в 19.30. До свидания, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...